Устанавливается определенная параллель судьбой Достоевского с исторической судьбой японского народа, и роман глубоко интерпретируется в своих пиарах, рассказывается совершенно своя история. Идет Иван Ательева, совершенно другого рода фильм, достаточно начать будет с того, что Пырьев снял только первую часть. И почему он вступил именно таким образом, ответ на это можно увидеть у самого Пырьева, к запискам по годующимся фильмам. Он говорит о том, что центральная высота этого романа, если очистить его, проходит он Достоевского, он истинно говорит о том, что Достоевского надо очистить от Достоевского, и когда он будет нужен по советскому человеку. Он говорит, что центральная мысль, романная совместительность, и то, как деньги портит человек. Поэтому он сосредотачивается на первой части, которая заканчивается как раз тем, что Анастасия Томиконов бросает эту пачку с десятью тысячами в огонь. И в финале Достоевского фильма ярко показано, как все общество, капиталистической царской России, стремительно меняется на наших глазах, превращается в каких-то демонов, которые решены какого-то нибудь человеческого достоинства. Все везут в этот очаг, чтобы выдачить деньги. Образ князя в этой интерпретации это образ неспособного на активное действие дворадского интеллигента. То есть в какой-то мере это продолжение генеровских героев, героев, которые хорошо выводили, героев прекрасной души, которые тем не менее неспособны на решительные действия, и с точки зрения выгивания, именно поэтому он никого не спасает. Это бессильный ваганский инцидент, еще не революционный, еще не способный действовать. Аномизируя безобразительное решение для демократии, констатирую, что по-моему, по-моему, театрарен. Это видно, прежде всего, в актерской игре и там, как в ней расставлены акценты. В пластических образах создаются некоторые такой сувенирный, яркий, выпуклый образ царской, капиталистической России, с подробно выписанными костюмами, все очень ярко детализировано, и это, в общем-то, не соответствует тому, как в современном мире показано достоевство. То есть режиссер, по-моему, ставит задачу погрузить своего зрителя в некий такой музей конца 19-го века, показать подробно, какой там повеств, какие там костюмы. Интерпретация образа Рогожина достаточно упрощенная. На экране возникает, ну, как писал один из критиков, некий размузданный хам, решенный той глубиной, той парадоксальности, которой Рогожин наделен у Достоевского. Достоевского, ведь это один из героев с духовной инокрузкой, да, он в одной тряде с Лучкиным и Настасьей Кюрифовым. Он не исключаемый откуда и нет. А на экране пыли вы это представите вот этого жестокого туристического мира. То есть в сущности человек такой же породы и природы, как, например, гениал и мальчик. То есть на материале пыли можно констатировать, что это фильм, который изначально ставит задачу редукции Достоевского в идеологическом ключе. Из благих, казалось бы, побуждений дать Достоевского советскому человеку. Ну, и здесь, получается, киноинтерпретаторы становятся в некоторую высокомерную позицию по отношению к тексту, что они знают, как нужно, и решают текст к тому, что на их взгляд в этом тексте вышли. Собственно, четвертый фильм, относящийся к концу 20 века, 87 год, Байда-Беса. Вот то, что обсуждалось вчера. В центре внимания киноинтерпиографистов история о порочности революционного заговора. И это соответствует другим темам Байда, но тоже самым тем. Таким, как Витлова, Масов, или Антон. То есть, Байда находит у Достоевского свою тему и сужает многосторонний роман, где множество точек зрения до истории о вот этом вот порочном заговоре. И, что важно, к этому из мировидения революционеров полностью убираются эти идеи. То есть, показывается разрушительность этого заговора, показывается его глупость, беспроспективность. Получается, что все эти революционеры просто очень недогновидные. Такие революционеры помолтили с какого-то ни было глубины. Если мы возьмем Роман Достоевского, да, каждый второй герой, автор, который что-то написал, который варится вот в этом идеологическом подвете. И, в общем, недогновидно, выспеете просто дурачками революционеров в этом случае. разумеется, Вайда, который, помимо проще, писал, что я ненавижу Достоевского за его мационализм, за его мысль о том, что именно Россия должна сказать миру какое-то новое слово. Какое такое новое слово именно Россия должна сказать миру? Ненавижу Достоевского за его отношение к французам, богатам и так далее. Ну, мы все помним мобильцы французов поляков по Достоевску. Поляк Вайда, очень близкий к французской культуре, отражающий свои французские дрины, снимающий фильм с интернациональной кинематографической группой и французскими актерами, естественно, полностью не дублирует идею Шаттова, ничего ровным счетом от нее не оставляя, то есть убирая из интерпретации романа Лиссы ту вильнюю, которая ближе всего собственной вилле Достоевского. И Шаттов оказывается в положении героя-жеркла. Однако именно этот герой-жеркла оказывается в центре внимания в организации Вайда, когда в центре внимания Достоевского, ну, конечно, это фонический роман, но все-таки в основе его жития говорит Пешкин. И с интернетом персонажем должен быть сторонник, который на экране у Вайда выступает как несколькие побочные герои-продолжения Петра Верховенского. На экране у Вайда важнее Петра Верховенского и его жертвы. Шаттов и Верховенский. Таким образом, перед нами идеологическая редукция, построенная на предприятии автором Параком русского классика, который с точки зрения такого режиссера, выразившего своих фильмов в известной степени клише западной группы XX века, клише о порочности любой революции. Концент XX века это общее место, об этом много кто писал, много кто говорил. В этом же случае Вайда делает свою коммунизацию. И последний фильм, который я анализировал в этой главе, это фильм «Зеленский Караван» 2008 год. Это постматерменская коммунизация, которая, в общем, представляется собой глубокую интерпретацию материала, и в этом отношении она отличается от подавляющего большинства постматернистов и организаций Достоевского. Карамазов многократно берется в кавычки сразу. На экране показывается актерская труппа, которая репетирует спектакль по братьям Карамазовым на территории заброшенного старовесейного царода, то есть показываются узнаваемые современные герарии за додушину спиарные объекты превращаются в арт-пространство, некий театральный фестиваль, что характерно, на этот фестиваль выдан грант, то есть все как раз наши узнаваемые наши делали они реализуют грант, они делают это на заводе, и Достоевский взят кавычки несколько раз. Это пьеса по Достоевску, это игра этой пьесы, однако между логировой и актерами устанавливается определенная связь. Например, актер, играющий Митя Карамазова все время пытается играть со съемочной площадкой до свидания. То же самое актер, играющий Митя Карамазова обращается к рабочему, который смотрит эту репетицию, у рабочего в больницу сын, упавший с некой строительной конструкции, с травмой позвоночника, и рабочий ждет решение своей судьбы, он не знает его сын в мире, и рабочий таким образом вступает в правиль штат Капитановский Дилево, и актер, играющий Митю, в какой-то момент подозревает, что рабочий не настоящий, что его засовывает режиссер для того, чтобы держать в руках на движении, чтобы они играли с особенной силой, потому что на них смотрят человек, у которого говорят на момент есть. Вот этот Митя подходит к рабочему, говорит, послушайте, не жаль, что вы ненатурально играете. Подумайте, у вас умер сын. Разве стал бы я смотреть в каких-то клоунах дальше, если бы у меня умер сын? Не очень жаль, что вы играете в клоунах. Устанавливается определенная связь с эпизодом доскания сапплата, 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 сапплата. И как себя ведет экранный спердяков, как он общается с экранным Федором Павловичем. Выступают постоянные параллели между актерами и рогами, которые они исполняют, и все это проходит проверку жизни через имя рабочего. В известной степени показывается невозможность современному человеку адекватно интерпретировать достоевство. Но показывается нужность современной достоевства и сейчас показывается, что он живой, и его сюжет в известной степени реализуется в жизни. В четвертой главе итоговой, которая называется «Основные тенденции интерпретации художественного мира достоевства достоевства». Там три параграфа. Следующие. Первый. Глассификация принципов экранного обращения художественного мира достоевского антикляров проанализированных фильмов. Там я рассматриваю элементы передачи и искажения художественного мира достоевского в таблице, где есть форму, формальная передача, и формальное искажение. Содержание. Содержательная передача, содержательное искажение. С этой точки зрения анализируется каждый фильм. Исходя из этого выводится определенная типология того, какими могут быть эти интерпедации. Исходя из того, жертвует ли режиссер, скажем, реалистической презентативностью по отношению к роману. То есть приносит он другие реалии. жертвует ли он сверхзадачи, подставляет ли он свою сверхзадачу вместо того, что делает режиссер. И, исходя из этого, привожу к тому, что же, собственно, может говорить о том, что интерпретация состоялась. Прежде всего, наличие образов эквивалентов с одной стороны, с другой стороны соответствие сверхзадачи. Это два компонента, которые могут говорить о том, что интерпретация состоялась. То есть проверку такую проходит, например, Филиппу Рассава. Потому что эквиваленты есть, другие, хотя, казалось бы, он пожертвовал реалистической презентативностью. Но немножко другая сфера задачи. То есть разные типы выглядела, например, эти разные предыдущи. Все они не документируют. В следующем параграфе основной формы экрана интерпретации Романа Достоевского я говорю о том, что еще есть в раме полнометражной эквивалентации. Разумеется, это многосерийный телевизионный фильм, это короткий метр, анимация, но кроме этого целые ряд еще формы. Таких как номинарная отсылка. Когда Достоевский упоминается, оно фактически отсутствует. Например, в фильме «Он уже словательный в руке» австралийская комедия, главный герой, который не читает и пытается быть писателем, все время себя сопоставляет Достоевским. Но на экране не присутствует ничего, что бы указывало на то, что Достоевский вообще попадает в поле зрения кинематографистов в предполагаемой известной. Для них Достоевский это некий маркер высокий пункт. И все. А что конкретно за этим стоит, даже не затрагивались. Это чисто номинарная отсылка. Достоевский назван, но отсутствует. Фильм пародия, например, «Любовь и смерть и идеальна», где берется высокое и рассматривается в низком ключе. Ну, хрестоматийный пример, диалог из этого фильма, где герои общаются при помощи названий романа Достоевского. Герой, наверное, был просто идиот, не отмоток распродул и так далее. Аллюзия на уровне хорошей. Например, фильм Робера Бессона «Вероятно, дел». «Вероятно, дел» это неточный обратный перевод в основу названия фильма либо фраза Ивана Карамазова из главы за тренечком, когда Федор Павлович спрашивает у двух своих сыновей, «Есть любовь». Алеша говорит, «Есть Иван говорит, нет Бога», твердо отвечают. Федор Павлович говорит, «Вероятно, прав Иван». А кто же тогда все науправляет, если Бога нет? Иван спел их Бессона мучится посадим со Старвогеном, это такой представитель золотой молодежи, который полностью утрачивает смысл жизни и репиксирует над ненужностью морально подобной Расскурнику и тому же Старвогену, и в итоге приходит к убийству подобной Старвогену. При этом постоянно звучат какие-то аллюзии как текстовые, так и эпизодические, повороты отсылающие к роману Достоевского. Это аллюзия вооружения Божьего Целого. Может быть аллюзия фрегментарная, как, например, в фильме Лукина Бесконс и Гибель Бороз. Один из героев, которого Мартин Бессенбек изнасиловал девушку на руку, а потом она повесилась. Аллюзия Старвогену. Это может быть фильм, который отсылает формально экранизирует Достоевского, сохраняет его и сюжет, однако полностью уходит от его сперзадач. Например, фильм Даунхаус Кармана Хачакова. Абсолютно другие задачи как раз показываются некая неадекватность Достоевского жизни, чем это противоположен к музеянам, где высокомерия вот этого нет по отношению к тексту. И последний параграф, который входит в последнюю дорогу, это историческое развитие киноинтерпретации романов творчества Достоевского. Здесь я размахиваю разные этапы, то есть прохожусь заново и выделяю основные черты, свойственные разным периодам, начиная от немого кинематографа до начала 21 века. Там наиболее объемный кинематографический материал, взят в качестве примеров, там анализируются разные картины, на некоторых подробно достаточно ставится акцент. Ну и в заключении я прихожу к тому, что очевидно для анализа, экранизации того или иного автора необходим с той же скрупулезной подходом необходимого введения того, что такое художественный мир, хотя бы конкретного романа для того, чтобы всерьез научно последовательство говорить об адекватности его интерпретации на экране. Необходима литературическая база. Потому что если адекватная интерпретация это образы эквивалента интерпретация возможно тогда, когда эти литературные классы не вас не читать. Профессиональный читатель. Это единственный способ можно спросить у вас детей в подвале имеют? интерпретация Ну и кроме того заканчивая я буду думать о том, что у вас там детей в подвале имеют? Интересно там имеют в подвале или нет? Я спрашиваю кого-то у вас там детей в подвале лежат или нет? А то я своего туда закину. То есть всего мы такого же культурологии здесь выставили. Спасибо. Спасибо большое. И краткий и приятный значительный у вас у детей в подвале держат. Оставляете за кадром какие-то вопросы. Мы можем проверить вопросы на арене на позиционе пожалуйста. можно задавать вставку. Можно мне уточняю еще вопрос по Анджелу Вайду по весам. Вы сказали что он интерпретировал Россию как культурной агрессии. Что такое было? Не совсем точно. уловил не то что культурная агрессия а неким проблемах цивилизационных. дает я После того, что вчера мы это обсуждали, я всем говорю, что на пятой минуте мы перешли от достоинства к проблеме национального вопроса. Вы как раз процитировали этот замечательный пример. Спасибо. Какие критерии есть в достоинства? Например, какое достоинство от смены? Какое достоинство? Что свойственно достоинскому на уровне пространственной картины мира? Это нужно увидеть и сопоставить. Ну и какие-то более важные для нас вещи, каков он человек достоинства. Вот, например, Акама, японский Рогожин из Курасавы. Он человек достоинства. Почему? Потому что как о нём написал Курасава, он сам не знает, что он сейчас делает. Он находится каждую минуту в состоянии необходимости. То есть он как раз герой между двух безд. Он может совершить самопожателем, а может повыкнуть. И то, что он одновременно, то, что он мечется, это в нём остальное. То есть, получается, здесь совершенно не музыка герой, но тем не менее, Акама попала. И, наверное, не попала. Ну, потому что это, конечно, режиссёр, читатель. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а! Конец. Играет музыка 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 Акцент ставился на сценах Ира, бумажный снег идентифицированный. То есть Россия это просто какая-то экзотика, где люди совершают очень резкие поступки в севере. Это то, что характеризует музыка. Получается перед нами просто штампа России. Вот это какая-то страна очень резких людей, неравновешивая, где снег, опта, балалайка и так далее. Исходная позиция непонимания. Фильм снят для тех, кто не знает и не хочет знать. Какой-то такой аудитории с очень узким другом. Не все, разумеется, американские фильмы каковы, но если брать даже лучшие из них, например, преступление и наказание 1935 года, это превращается тоже в криминальную драму. И там очень... Гео этого фильма, что характерно ему играет тот же актер, который играл убийцу в фильме «Энн» в Кицеландре. И он ассоциируется у кинослитера именно с этим фильмом «Энн» в Кицеландре. Он убивает, чтобы разбогатеть. И его заставляет признаться не совесть, а постоянный страх параноидалью, что его расходят. Получается, как до Достоевского Ташком в написании преступления и наказания стал газетный очерк о фактическом студенте, который убил и оградовал, чтобы поесть. Ну, просто от голода, да. Но Достоевский усложнил этот и Раскольникова, да, до героя-идеолога. Здесь обратно идет обращение вот к такому французскому студенту, который, ну, есть хотел. Вот потом себя убил. То есть европейский экономик, считаете, за сто лет обращения Достоевского Ташком в Киеве? Ну, еще, конечно. Но имеется в виду, что оно никакой валюты не претерпело вообще. Оно сохраняется интерпретацией, да? Ну, вот только... Устанавливается определенный правильный судьбой Достоевского с исторической судьбой японского народа, и роман глубоко интерпретируется в своих пирагах, рассказывается совершенно своя история. Идет Иван Атырева, совершенно другого рода фильм. Достаточно начать будет с того, что Туриев снял только первую часть. И почему он вступил именно таким образом? Ответ на это можно увидеть у самого Туриева, с артистом по ведущейся фильме. Он говорит о том, что центральное носик этого романа, если очистить его, проходит он Достоевского. Он действительно говорит о том, что Достоевского надо очистить, это настоящее, и когда он будет положен поверить советскому человеку. Он говорит, что центральная мысль, громадная церковь из денег, и то, как деньги портит человек. Поэтому он сосредотачивается на первой части, которая заканчивается как раз тем, что Настасья Куликова бросает эту пачку с десятью тысячами в огонь. И в финале Туриевского фильма ярко показано, как все общество, капиталистическая церковь России, стремительно меняется на наших глазах, превращается в каких-то демонов, которые решены какого-то негативного человеческого достоинства. Все везут в одиночках, чтобы выдачить деньги. Образ князя в этой интерпретации – это образ неспособного на активное действие драганского интеллигента. То есть, в какой-то мере, это продолжение генерских героев. Герой, который хорошо выводит, герой с прекрасной душой, который, тем не менее, неспособен на решительные действия. И, с точки зрения Гуриева, именно поэтому он никого не спасает. Это бессильный драганский инцидент, еще не революционный, еще не способный действовать. Анализируя изобразительное решение игры демократии, констатирую, что таким по многим театрами это видно, прежде всего, в актерской игре, так как в ней расставлены акценты. В пластических образах создается некоторый такой сувенирный, яркий, выпуклый образ царской капиталистической России с подробно выписанными костюмами, все очень ярко детализировано. И это, в общем-то, не соответствует тому, как в современном мире показано Постоевство. То есть режиссер, по-моему, отставит задачу погрузить своего зрителя в некий музей конца XIX века, показать подробно, какой там горость, какие там костюмы. Интерпретация образа Рогожина достаточно упрощенная. На экране возникает, как писал один из критиков, некий размузданный хамп, решенный той глубины, той парадоксальности, которой Рогожин наделен у Достоевского. Достоевского ведь это один из героев с духовной накруткой. Он в одной тряде с Лучковым и Анастасией Килиппой. Он не исключаемый откуда и умер. А на экране вы это представите вот этого жестокого китовистического льва. То есть в сущности человек такой же породы природы, как, например, гениалы Манчин. То есть на материале вы его можно констатировать, что это фильм, который изначально ставит задачу редукции Достоевского в идеологическом ключе. Из благих, казалось бы, побуждений дать Достоевского советскому человеку. Ну и здесь получается киноинтерпретаторы становятся в некоторую высокомерную позицию по отношению к тексту, потому что они знают, как нужно, и решают текст тому, что на этом тексте вышли. Собственно, четвертый фильм, относящийся к концу 20 века, 1987 год, Вайда Беса, то, что обсуждалось сейчас. В центре внимания филотографистов история о порочности революционного заговора. И это соответствует другим темам Вайда, но тоже тем. таким, как Питова Амаса или Антон. То есть Вайда наполняет у Достоевского свою тему и сужает многосторонний роман, где множество точек зрения до истории о порочном заговоре. И, что важно, в этом из мировидения революционеров полностью убираются эти идеи. То есть показывается разрушительность этого заговора, показывается его глупость, дисперспективность. Получается, что все эти революционеры просто очень недавно видны. Такие революционеры по логике с какого-то ни было глубины. Если мы возьмем Роман Достоевского, каждый второй герой – автор, который что-то написал, который барится вот в этом идеологическом подвете. И, в общем, не длинно, давайте просто дурачками революционеров в этом случае. Разумеется, Вайда, который, помимо прочего, писал, что я ненавижу Достоевского за его мационализм. За его мысль о том, что именно Россия должна сказать, «Миру покроется новое слово». Какое такое новое слово именно Россия должна сказать? Ненавижу Достоевского за его отношение к французам, богатам и так далее. Ну, мы все помним о французах и богатах по Достоевскому. Поверх Вайда, очень близкий к французской культуре, отражающий свои пресс-видимы, снимающий фильм с интернациональной, кинематографической группой и французскими актерами, естественно, полностью не дублирует идею Шатова, ничего ровным счетом от нее не оставляя, то есть выбирая из интерпретации романа Бессе ту линию, которая, ближе всего, собственной Риле Достоевского. Из Шатов оказывается в положении герой жертвы. Однако именно этот герой жертвы оказываются в центре внимания в организации Вайда, когда в центре внимания Достоевского, ну, конечно, это французский роман, но все-таки в основе его жития будет французский. И центральным персонажем должен быть сторонним, который на экране у Вайда выступает как, ну, несколький побочный герой продолжения Петра Верховенского. На экране у Вайда важнее Петр Верховенский и его жертвы. Шатов и Верховенский. Таким образом, перед нами идеологическая редукция, построенная на предприятии автором-паратом русского классика, который, с точки зрения вот такого режиссера, выразившего в своих фильмах в известной степени, к више, западной группы 20-го века, к више о порочности любой революции. К концу 20-го века это общее место, об этом много кто писал, много кто говорил. В этом же случае Вайда делает свою рекламендацию. И последний фильм, который я анализировал в этой главе, это фильм «Герой Кирилл» в 2008-м году. Это постнотермитская рекламендация, которая, в общем, представляется в двух окон питательства материала. И в этом отношении она отличается от подавляющего большинства постнотермистов и организаций Достоевского. Роман многократно берется в кавычки сразу. На экране показывается актерская труппа, которая репетирует спектакль по братьям Карамазовым на территории заброшенного старовлетейного завода. То есть, показывается, узнаваемость современной георгией и законодательные объекты превращается в акт-иностранство, в некий театральный фестиваль. Что характерно, на этот фестиваль выдан грант. То есть, все как раз, называемые наши студенты, они реализуют грант, они делают это на заводе, и Достоевский взят в кавычки несколько раз. Это пьеса по Достоевскому, это игра этой пьесы. Однако, между георгией и актерами устанавливается определенная связь. Например, актер, играющий Митю Карамазову, все время пытаются на съемочную площадку до свидания. То же самое актер, играющий Митю Карамазова, обращается к рабочему, который смотрит эту репетицию, у рабочего в больницу сын, упавший, с некой строительной конструкции, с травмой позвоночника, и рабочий ждет решение своей студии, он не знает, как это его сын Митю. И рабочий таким образом вступает в правилы с штатс-капитаном Скидлиговым. И актер, играющий Митю, в какой-то момент подозревает, что рабочий ненастоящий, что его заслал в режиссер для того, чтобы держать к другому напряжению. Чтобы они играли с особенной силой, потому что на них смотрят человек, у которого говорят на одном месте. И вот этот Митя подходит к рабочему и говорит, «Послушайте, мне жаль, что вы ненатурально играете». Подумайте, у вас все улыстся. Разве стал бы я смотреть в каких-то клоунах, если бы у меня улыстся? Меня очень жаль, что вы играете клоуна. Устанавливается определенная связь с изотностранением завтра, с изотностранением завтра. И как себя ведет экран из кредитов, как он общается с экраном Федором Павловичем. Выступают постоянные параллели между актерами и рогами, которые они исполняют. И все это проходит в проверку жизни через имя рабочего. В известной степени показывается невозможность современному человеку адекватно интерпретировать достоевство. Но показывается нужность современной достоевства, и сейчас показывается, что он живой, и его сюжет в известной степени реализуется в жизни. В четвертой главе, итоговой, которая называется «Основные тенденции интерпретации художественного мира Достоевского достоевского, там три параграфа». Следующие. Первый – классификация принципов экранного вращения художественного мира Достоевского антикляровок организированной. Там я рассматриваю элементы передачи и искажения художественного мира Достоевского Вот таблица, где есть форма, формальная передача и формальное искажение. Содержание. Содержательная передача, содержательное искажение. С этой точки зрения анализируется каждый фильм. Исходя из этого, выводится определенная типология того, какими могут быть эти интерпретации. Исходя из того, жертвует ли режиссер, скажем, реалистической репрезентативностью по отношению к роману. То есть, переносит ли он другие реалии. Жертвует ли он сверхзадачи, подставляет ли он свою сверхзадачу вместо того, что делает режиссер. И исходя из этого, привожу к тому, что же, собственно, может говорить о том, что интерпретация состоялась. Прежде всего, наличие образов эквивалентов, с одной стороны. С другой стороны, соответствие сверхзадачи. Это два компонента, которые могут говорить о том, что интерпретация состоялась. То есть, проверку такую проходит, например, Филин Турасава. Потому что эквиваленты есть, другие. Хотя, казалось бы, он пожертвовал реалистическую результативность. Но немножко другая сфера задачи. То есть, разные типы выглядела на интерпретации экранов. Все они когнитивы. Было следующим параграфом для основной формы экрана интерпретации Романа Постоевского. Я говорил о том, что еще есть в экране полнометражной эквивалентации. Разумеется, это многосиленный телевизионный период. Это короткий метр. Это анимация. Но, кроме этого, целый ряд хищевой формы. Таких, как номинарная отсылка. Когда Достоевский упоминается, но фактически отсутствует. Например, в фильме «Универс-словательном браке» «Островейская комедия» главный герой, который не читает и пытается быть писателем, все время себя сопоставляет Достоевскому. Но на экране не присутствует ничего, что бы указывало на то, что Достоевский вообще попадает в пове зрения химинографистов и предполагаемых действий. Для них Достоевский – это некий маркер, высокий пункт. Не все. А что конкретно за этим стоит, даже не затрагивается. Это чисто номинарная отсылка. Достоевский назвал, но отсутствует. Фильм «Парония», например, «Любовь и смерть людиарна», где берется высокая и рассматривается в низком ключе. Ну, хрестоматийный пример, диалог из этого фильма, где герои общаются по помощи названий романа Достоевского. Ну, это не герой, конечно, был просто идиот, не отборок, а отборок и так далее. Аллюзия на уровне. Да. Например, фильм Робера Бессона «Вероятно, дьявол». «Вероятно, дьявол» – это неточный обратный перевод в основу названия фильма, где два фраза Ивана Карамазова и с головой за перенечком. Когда Федор Павлович спрашивает у двух своих сыновей, есть ли Бог, Алёша говорит, есть ли Бог, нет Бога, твердо отвечают. Федор Павлович говорит, вероятно, прав Иван. А кто же тогда всем управляет, если Бога нет? Иван стрелул, ну, черт-наверный. Вот это вот черт-наверное в французской переводе обратно превращается в вероятно дьявол. И эта фраза звучит на экране определительно в совершенно другой истории. Главный герой фильма Бессона «Вообщество» состоится Старвогеном. Это такой представитель золотой молодежи, который полностью утрачивает смысл жизни и рефлексирует над ненужностью морального подобного Ростовникова и тому же Старвогену. И в итоге приходит к убийству подобных Старвогенов. При этом постоянно звучат какие-то аллюзии, как текстовые, так и эпизодические, повороты, отсылающие к различным романам Достоевского. Это аллюзия на уровне художественного центра. Может быть аллюзия фрагментарная. Как, например, в фильме Лутина Висконси «Гибель Боров». Один из героев, которого Мартин Бессонберг изнасиловал девушку, а потом она повесилась. Аллюзия Старвогенов. Это, может быть, фильм, который отсылает, формально организирует Достоевского, сохраняет его и сюжет, однако полностью уходит от его сперзадач. Например, фильм «Даунхаус» Романа Хача. Абсолютно другие задачи. Как раз показывается некая неадекватность Достоевского жизни, чем этот фильм противоположен к музеям. Где высокомерия этого нет по отношению к тексту. И последний параграф, который входит в последнюю главу, это историческое развитие и интерпретация романного творчества Достоевского. Здесь я размахиваю разные этапы. То есть, прохожусь заново и выделяю основные черты, свойственные разным периодом. Начиная от «Немога» до начала XXI века. Там наиболее объемный кинематографический материал. Взят в качестве примеров. Там анализируются разные картинки. На некоторых подробно достаточно ставится акцент. И в заключение я прихожу к тому, что очевидно для анализа, экранизации того или иного автора необходим с той же скрупулезным подходом. Необходимо выведение того, что такое художественное в них хотя бы конкретного романа для того, чтобы всерьез научно-последовательно говорить об адекватности его интерпретации на экране. Необходимо витераторическое банк. Потому что, если адекватная интерпретация можно у вас спросить? Можно у вас спросить, у вас детей в подвале имеют? У вас там детей в подвале имеют? Это просто интересно. Там имеют в подвале или нет? Я спрашиваю кого-то. У вас там детей в подвале имеют? Это в самом громком, самом маслом. Это характеристично. А то я своего туда закину. То есть, вывод такой же культурологии, да, из-за собесковедения. Спасибо. Спасибо большое. У вас тут детей в подвале держат? Оставляю за кадром. Какие-то вопросы, да? Мы уже проверим вопросы. Можно мне уточняющий вопрос по Анджелу Вайду? По весам. Вы сказали, что он там интерпретировал Россию как источник какой-то культурной агрессии. Что такое было? Не совсем точно. Я его уловил тогда. Повторите. Не то, что культурная агрессия, а неким проблемам цивилизационных. У Вайды, я цитирую эти моменты из интервью Вайды. В книге, вот цитата. Вайды говорит, я ненавижу Достоевского и его национализм. Какое такое новое слово должна Россия сказать? Я не согласен с тем, каким Достоевский представляет Французов, Паратов и так далее. Ну, Вайды, понятно, Паратов и еще... Поиски националистов, а там русские националисты. Да, да. И причем он признает, конечно, талант Достоевского. После того, что вчера мы это обсуждали, я всем говорю, что на пятой минуте мы перешли от Достоинского к проблеме национального вопроса. Вы как раз процитирули этот замечательный пример. Спасибо. 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 В финале я подхожу к тому, что Достоевский это проверка человека. Вот у Диагона хорошо проверка вот так, что в центре внимания на него он, его отношение насмешивая по всему. Спасибо. 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 Вопросы. 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 Есть ваши книги, вообще много ваших причинений. Вопросы. Вопросы. Как вы использовали какие-то приемы Достоевского? То есть ни аудитории. Нет репутаций ни сюжетной линии, ни героев. По этому поверенной бюджетному приема кеменологию. Вопросы. Конечно. Конечно, это здесь есть, но ключевой прием изображения мира Достоевского – символизация реального. Разумеется, символизация – это то, чем занимается ассоциативным отношением кином, или сцены Харклама Достоевского, когда специально собираются в одном пространстве. Также первая часть идет очень показательное отношение. Разумеется, кином также действует, поэтому уже, в принципе, очень часто. Хотя это в основе свои двух юридических, а не киноматографических. Но можно сказать, что Достоевский очень внучиво использует крупный план. Глаза, губы и руки. То есть поэтика Достоевского, она, безусловно, отказалась от демократности нашего. Спасибо. По разным вопросам, я могу сказать еще раз. Я хочу представить следующего докладчика во двери, во двери, во двери, во двери, во двери, во двери. На самом деле, да, я буду совсем в ином ключе выступать. Речь пойдет не об эстетике и поэтике, а об идеологии. Потому что, ну, во-первых, русская литература идеологична очень. И в своих докладах это объяснить самая непонятная эстетика, загладочная эстетика через некоторые важные темы. Действительно, комментарий к теме необходим, она сформулирована. Тема таким образом. Мечтатель Достоевского, памятник Доксона, творческое созидание жизни, как на фильме Логреге, Лене, в прошлом году Мариенбарке. Действительно, это похоже на странное книжение. Классика русской литературы. Далее, один из ярких представителей и классической философии, Анни Доксона, писатель, гинемографист, иголок нового романа и искусство нового, нового клиента в лучшую очередь. Но в этом ряду угадывается преемственность, если учитывать тот факт, что творчество Достоевского предлагает новое наполнение. Новое понимание того, что есть человеческое осознание, новое видение того, как человеческое осознание влияет на реальность, влияет на реальность, создает внешний мир. Заметим, что вот в серии книг, изданных ЭГАР, под презентацией, которая состоялась в республике. Один том посвящен универсальному юниористическому Валерию Достоевского. И в основе идеологии этого тома представление о том, что потом представление о творческих продлениях русского писателя и мыслителя как поворотные точки в истории развития русской мировоззрительности. И тогда вот в истории кино можно прочитывать эти обретения Достоевского. В период середины 20-го века, 50-60-е годы, можно определить по какому освоению киноискусства, творчества, наследия Достоевского. Но влияние образа, которые ей писателя на мировоззрительность не ограничивается в обширной дисциплине в организации испановок. Сама специфика художественной реальности, созданной писателем, как реальность символической, экологической, осваивалась идеология в искусстве. Предметом осмысления данной докладе стал французский кинофиль в прошлом году в Маленбарье, который появился в 61-м году режиссёра Анина Линне, созданный по сценарию Роу Бриет. Фильм является общепризмом, не классикой, не роботом кинематографа, признанием к кино нескольких метров. Важно заметить, что традиционное представление о том, что главным автором фильма нужно считать режиссёра, сценарист, теоретический уровень из такших материалов, в случае с фильмом в прошлом году в Маленбарье эта установка нуждается в корректировке. Все наиболее важные теоретики, несомненно, задали именно в предыдущем, и напомню, что Роу Бриет написал именно на режиссёра и сценарии, успокадывая описание людей. Таким образом, художественные размышления Роу Бриет не развернули нам рядом как святой литературе Маленбарье, так и дальнейшей самостоятельной кинофилактической работы. Более чем полувековой историей коррекции кинофильма главной характеристикой остается его загадочной. Фильм «Керезунг академии» самым сформированным, как самый завораживающий фильм в истории мирового кинофильма. Поднаречивым выглядит такой факт, что во время творчества вечера в Роу Бриет в музее «Тино» в Москве, он состоялся в 1939 году, вопрос о содержании фильма в прошлом году на Римбаде оказался в центре обсуждения. Хотя на тот момент творчеством «Керезунг академии» «Керезунг академии». Несколько слов о существующих интерпретариях. Согласно наиболее распространенным, мы не должны считать историю, представленную на экране реальным. Фильм повествует о внутренней мере слова, текста, которые действовали на наше сознание. Но даже в более популярном точке зрения, согласно которой фильм нужно понимать как формальное действие, «Керезунг академии», в котором участвуют декоммунистерные знания сущие горы, а не человеческие субъекты. Господство такого рода коммунистических интерпретаций, на мой взгляд, препятствует фильманию глубокой взаимосвязи идеевого плана фильма с концепциями сознания, гений, памяти, которые появились в искусстве и философии 19-20-го года. Наметен слов, как что в интерпретации представителей нового романа часто на поверхность выходят их декларации, что они занимают только декларативу, но уходит от внимания, что с самого начала этой самой декларативной деятельности в интернете Рокбриньде объяснял тем, что пытался формулировать, понять, кто я. Рокбриньде неоднократно признавался о том влиянии, которое оказалось в его Стоетке, и мы обратимся к одной принципиальной тени площадь Рокбриньде, которая, на наш взгляд, позволяет им конкурировать монофиленную в прошлом году в Майямбаре. Построение Дексона относительно категории грейд и память здесь оказались необходимы для того, чтобы перевести на рациональную визу образы и воплощения. Ну вот какая тема? Мечтательство это стоит. Одна из наиболее характерных черт всех героев писателя, но наиболее выразительных героев сортовых владелок. Традиционные мечтательства осмысливаются как мироощущения людей романтического склада, для которых мир мантазии воображения по этой тем более реальной, чем наиболее характеристики. Раннее произведение Достоевского предлагает целую галерею биологу читать. И мама с девушками, и галятками в какой-то мере. Это, конечно, Вася Шинько в поле «Слабое сердце», Ардена в поле «Слабое сердце», но безусловно мечтатель белых ночей. Заметим, что в 1957 году пришли организации один из ночей Достоевского раздела на русском республике. Мечтатель появился в фильмах. Как писал сам Достоевский о мечтателях, путинку «Следописи» в 1947 году, «В фантазии, подвижной, метучей, ловкой, целомечтательной мир с радостью и горестю, адом и райом, ленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородными людьми. Но мечтательство, как важнейший компонент духовной жизни и личности, как качество, определяющее напряжение нравственной жизни человека, становится характерной чертой всех нещущих героев Достоевского. Идеал мечтаемый, созданный внутренней напряженной работой должен быть воплощен в действительность. Мечтатель должен превратиться в деятеля, обустраивающего мир или даже созидающего мир по гармоническому образу, который рожден воображение. В творчестве Достоевского тема мечтательства неразрывно связана с его регионными представлениями. Идеальное представление о мире, о гармоническом существовании человечества, которое рождается в воображении героев, это проявление божественной сущности самого человека. Можно даже сказать, что главная мечта в творчестве Достоевского – это мечта о рае, такого типа мечтательства у них был в крови Иогнышкина, когда медленно не встречается. В партии неоткрывшейся раскольников в эпилологии, цитата, там была свобода и жили люди, и люди совсем не похожие на свежих, там, когда самое время остановилось, точно не прошли еще и пару до амок статут. Раскольник усидел, смотрел неподвижный, в том, что и в господинце не оказывается. В этом направлении, есть восемь, в том, что рак – это прежин, потому что он существует в нас, без инфодевоативно понять, что это макия. Рай – в обществе достоевство, но он подлинным миром смыслом, у нас настоящая сущность. Я могу здесь помочь, я не замечу, что я актура. Но теперь, возвращаясь к фильму, к кинофильм в прошлом году в Моленбаде демонстрирует все характерные особенности культуры 20-го века, отличающие его от классического, такие как отсутствие очевидного сюжета, разрушение пространства и надзрельных представлений, название на них воображаемого и реального. Тормально фильм показывает вам достаточно банальную юридическую историю, в которой находятся безумянные герои и героини, но на самом деле ход такой, такой часто выникающий в творчестве и настоятельства. Герой буквально преследует героиню, многократно вы могли найти, что они исключали в ход назад на Олимбаде. По каким-то причинам они расстались, решив встретиться при окончательном возведении через пол. Вспомню, что безумянный герой «Дельных ночей» мечтает, но узнаешь, что Найкин ждет своего завозду Дельных в ходу, и в фильме мы видим в реакции этого сюжета. А в фильме реальность, произошедшего год назад, несмотря на всю точность описания герои в мире, пространства, по животным, лимбад, несмотря на детальное воспроизведение герои всех событий, обменяется в совершенном испанецком героини. Сюжет, который должен был бы создать основу для содержания художественного произведения, ставится под сомнением внутри него самого, противоречия между активной памятью героя и беспамятью героини стороной художественного произведения. В конце концов, Дельных понимает, что факт документарной реальности в прошлом не имеет существенного значения. Герой силы слова и убеждения создает реальность, реальность любовного мира, преодолевая законы верения и пространства. Он ведет героиню идеального, но ложного мира в быстром и любом воображении истинном мире, деловольном, как сказано в мире, прошлое, будущее, свобода. Именно индивидуальная киевая личность становится единственной причиной для того, чтобы возник истинный мир, в котором раскрывается во всей пламоте главный существительство человека, способность любви и стремление к свободе. Сначала фильма будет в ритм, где в тампнутый мир. Мир лабиринт, мир вечной и дурной повторятельности. Неслучайно в их липте в камеру часто попадают картинки, старик и литровые, попадают в изражение вегулиарх на консульский парк. Это знак охотчательной, неизменной, высокой виски мира, в котором пребывают персонажи. И эта его характеристика представляет еще более зловещей в виде и постоянного движения предмета впереди в кадре, не приводящего ни к чему новому. Наметим, что эффекты интерьер достигнуты, которые происходят в действии. Автор фильма, то есть он в виде анквау, в своем режиссерском сценарии декорации. Напомню, что в организации в Испонте, в Испонте, в Испонте, в Испонте, в Испонте, в Испонте, также предстоит декорацию, очень начитые искусственные. Герой начинает свои воспоминания, фиксируя в память своего героина. Похоже, вы ничего не помните. При этом, по замечанию актора, который полагал, что в сопровождении двух слов можно коротко верить, как будто случайный кадр из французского стаака, цитата «Некий характерный в его голову, в его эстраду, стаакан, модель в единых живой души». То есть здесь памятство и здесь осмысливается как смерть. Многочисленные интерпретации фильма рассматривают проблему памяти исключительно в ее психологическом аспекте. Однако такой подход не соответствует настоящему содержанию фильма, как мы полагаем. Здесь можно учесть, что фильмом памяти в 20 веке становится принципиально для новой литературы, развивавшейся в лампах новой мистской эстетики. Здесь, наверное, Владимир Бунина и Круста, и Навокова, конечно. Но, что особенно важно, память становится одной из лучших потепорий в новаторских философских системах. Наибольшее влияние на развитие модернистского искусства оказали латовский пустоин Депсон, который принципиально отличал две формы зрения. Первое – земное физическое, которое кажется объективным и независимым от личности, но на самом деле является вторичным. И второе – внутренняя духовная, связанная с памятью, которое кажется публикативным, но в физическом смысле как первичным, невосредственно отражает абсолютно. Поскольку каждый человек существует в обоих измерениях времени, у него оказывается возможная идея о сосуществовании. Одно однажды – положенное, поверхностное. И второе – существенно истинное, глубоко примененное. Первое – это существование в обычном деменовании, в котором воспользовательное, минутное, постоянно скользающее, настоящее, основу которого составляют ушедшие им подвластные нашли и прошлые. Второе – существование в духовном демене, которое обладает качеством ценности, то есть в котором настоящее и прошлое существуют в мировой единстве, могут вместе измениться в результате наших творческих усилий. Я понимаю, что это просто странно звучит, и менять в прошлое. И вот здесь именно так получается. Для существующего в духовном демене человека, настоящее, которому творить свою жизнь, оказывается непостоянным, вправивающим изморением, открытия перспективы своего рода вечного настоящее, охладывающего прошлое и настоящее будущее. В этом вечном настоящее наказывается способность творить будущее, а время не изменять в прошлое так, чтобы оно способствовало наявлению желаемого дальнейшего. Эта концепция помогает дать объяснение тому, что происходит в фильме. Чтобы добиться от героини взаимостей, герои выстраивают прошлое таким образом, чтобы подвести ее к решительному действенному настоящее, предыдущему, желаемому будущему. При этом нельзя сказать, что герои описывают ограничения в его памяти. Он как бы призывает героин помочь ему сконструировать прошло. Какая равная вариант. Смотрите, герой, вспоминайте же, это было садах Лидеритсбада, герои повторяю ли невозможность Лидеритсбада в том, что герои никогда не было. Допустим, но это могло быть, Байдштадт, Марины Барли, Бадам Дрейтсбада, или же, наконец, здесь, в этом салоне. Но влияя на прошлое, выстраиваясь своему призму, герой вздыхает жизнь настоящая, которая была мертвым и не сменна. Усилия героя, направленные на конструирование прошлое, естественным образом ведут к действиям, которые оживляют его все настоящее. В дальнейшем слова героя, о том, что все более явно воздействуют на настоящее, настоящее на экране. В последовательных кадрах смены положения и поведения героини как будто постепенно подчиняются речи. А вот там очень важно, что в какой-то момент мне очень понятно, что происходит, настоящее или прошлое. И еще более оборонительными оказываются эпизоды, когда герой описывает прошлое. Мы видим это прошлое в кадре, но героиня начинает менять свое положение тела под воздействием его слов. Указывает, как это прошлое выдумывало. То есть, как она подстраивается под его слова. В сценарии «Рабриев» появляется слово «корректировка» под это такой вот момент. Героиня именно корректирует свои движения, согласуясь со словами героя. При этом получается, что не слова отражают ситуацию, а наоборот, ситуация причиняется словам. То есть, герой не описывает реальность, а созидает вид. Перед нами не фантазия и самовоображение, а именно творение мира, которое создается в любую силу и личность. Важнейшим эпизодом сконструированного брошева становится обсуждение культурной грузии, которая на протяжении фильма многократно возникает в кадре и причудливым образом меняет свое предположение в пространстве парка. Причем камера настройчива со всех сторон показывает мраморные герой, тем самым подчеркивая динамику, переданную скульптуру. В отношении культурной группы возникает определение «мы». Герой рассказывает, что-то назвал скульптурно, то были некие мемологические персонажи, то были боги, то были герои древнегреса, то были мечты-альгаричица, то ли еще что-то в этом дух. Герой строит далее свои предположения относительно того, что именно изображено. Вид скульптуры и тот комментарий, который предлагают персонажи, резко контрастируют главные изобразительные видения фильма, представляющие реальный мир героев. Скульптурные группы на первом плане внутренние динамики персонажей, когда в актинье главные герои, как их растерянные, держатся отстраненные взгляды и движения под ластом. В описании скульптурного изображения Герой также почерпливает взаимодействие персонажей. Он остановил аналог вас, его застаравки, предупреждений. Криктура показывает мужчину и женщину с объединенным общим движением, активно взаимодействующим, отвечающим. Для героини оказывается важным узнать имена изображенных технологических персонажей. Вы бы просили меня назвать персонажей, вы знаете, что там у них не по-фигам, в домах, в домах, в Еленах, в Аменах. Тогда где-то объявили вам, что это вы и я, или кто угодно. Этот момент является одним из важнейших в фильмах. Культурная пара, где герои запечатлены в ожидании какого-то судьбоносного события, становится символическим выражением вечного сюжета, который бесконечное число раз повторялся в истории, в настоящее мгновение разворачивается для индивидуальных фильмов. Их история, обретая в них физическую жизнь, становится одним из вариантов к абсолютной и вологической реальности, который дает в основании всем событиям человеческой жизни. Соответственно, сам фильм, который показывает в нашем субъективном времени историю бога людей, оказывается точным в смысле мифом, но вовольтим, восходным древними мифами, в том, что он точно так же относится личное основание человеческого бытия. Здесь еще раз умрестно вспомнить философскую концепцию Верксона. Человек обнаруживает некопедический абсолют, который определяет все существующее на ее собственной память. По сути, Верксон утверждает неразрывное видение нашего сознания в абсолютном. Ну, мои капитаты, абсолютный открывается совсем вреди нас, вреди измерения внутри нас, сущность его психологическая, а не математическая, и логическая. Оно живет с нами, как и мы, оно близко, хотя и нет, с ними своими сторонами, оно исторично, более сконсидированно и более сосредоточено на себе черный мир. Вот, обращаясь к сцене фильма, в котором является скульптурная группа, заметим, что ее завершением становится еще одна инстаграм. Из-за скульптурная группа, идеологическая пергубLay security, Google Martha, которая прозвольne Learner. Субтитры создавал DimaTorzok ее прямой линейности и однозначности, она не достигает цели. Культура остается забадочным центром всего происходящего векам. Эпизоды, в которых происходит обсуждение культура, распрепощают жизненную энергию героини. Она постепенно оживает, словно над героем мире, и начинает действовать. В следующих сценах прошлое становится насыщенным, ожидаемым. Если до этого речи включались за кадром, словно события еще хотели стать реконструированы, еще не было достигнута полное согласование визуального и звукового ряда, то теперь действие становится полностью реалистичным. Постоянно происходящее вплотновение прошлого и настоящего в конечном итоге приводит движение неподвижных веков веков, в котором существует реальность. Здесь также важна и обратная связь во взаимодействии прошлого и настоящего. В общем, мы говорили, что прошлое сон в этом усилие введено, но в результате конкретное читание все больше оживает, то, что начинает организовывать и переорганизовывать настоящее. Таким образом созданное велое воображение прошлого начинает влиять на последующие события. В финале фильма героиня признают в лесу форму реальность общего прошлого, которое теперь распространяется не только на первый год, но и на все время в жизни, и уходит в мирского мира, который там будет угоручен в любви. Вот, на самом деле, ведь я остановлюсь, в качестве даже не совсем удобного. Понятно, что это такой эксперимент, попытка объяснить загадочное кино, модернисткое кино, сложное кино, через русскую литературу, которая дает в больших своих образах, в данном случае человеческого настоярства, какие-то нам размышления, принимает этот человек осознанно. Спасибо. 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 что он должен в первую очередь схватить. И вот как мне показалось, что в этом фильме Вайба зашел сильно дальше, чем он мог зайти под ним в своих фильмах. Ведь я сейчас немножко издалека и вообще расскажу предысторию этого фильма. Потому что у него не есть, но у него интересная. Потому что у нас эта предыстория состоит в некоторых дополнительных контекстах, потому что понять, что же, собственно, Вайбер издастается в том, чем он еще. Мы про самого Вайга именно мне рассказали, что это именно личность. И вот однажды Вайга в своем интервью, я сейчас его опорю и прочитываю, задумал поставить спектакль. Он же был режиссером, был театарным зрителем. Как-то режиссер, он был еще режиссером на театре. Поставить спектакль по Идиоту и отдельно по последней сцене сделать. То есть он ставит финал, где как раз до конца секреты уже умерла, убитая. Она уже отсутствует в кадре и в кадре ее нету. И Вайбер говорит, что постановка идет. Мы поставим эту эпидемию с интересным решением, что актеры играют в зале. Они не воспользуются на сцене, они выходят за сзади, и ходят по залу и начинают разговоры. Тут случается даже этот момент. Вайбер говорит, что тот момент, в который я определил мои дальнейшие кинографические поиски. Одна из зрительниц в совершенно таком полуистерическом состоянии встает и говорит, что я на противнике. То есть происходит такое совершенно врывание Анастасии Книг в кадр, которой здесь нет, которая отсутствует, которая как фантом уже присутствует в разговоре, которая совершенно не предполагалась к этому виблии. Вайбер не стал что делать дальше. И актеры замешиваются, конечно, эта сцена не нарушается, она начинает играть. Женщина встала, начинает что-то говорить, не общаться. И Вайбер задумал, каким образом снять этот сюжет, таким образом, каким-то или другим образом здесь присутствовало в фильме. И происходит следующее событие, которое казалось вторым, в том, что этот фильм получился, в том, что этот фильм был создан. Анджей Байкл со своей субриной, по-моему, да, они присутствовали в Японии на стих-пакле театра в Камуке, и он был восхищен игрой одной из женских ролей. И когда ему сообщили, что это мужчина, мужчина, который в сердцу жизни играет женщине, ему пришла в голову совершенно такая, в тот момент его интересная идея, экспериментальная идея, чтобы этого мужчину ввести в качестве Анастасии Килипповны в свой фильм. Ну, попросив этого мужчину сыграть две роли Саоса. Сыграть и Анастасию Килипповну, и Мышкин на этот время. С одной стороны, это решение было вроде бы продиктовано тем, чтобы убить Анастасию Килипповну фантомом как фантомом, как фантомом, как фантомом, как отсутствующим, но не по-настоящему в этом фильме. С другой стороны, совмещение Анастасии Килипповну и Мышкин, в принципе, это такое уже общее место, по сути, я понимаю, для тех исследований Сталевского, но не много лет, а он говорил о том, что, в принципе, это давно уже, никаких опытий не сделано. Но была была эта память. Была одна сложность. Эта сложность заключалась в том, что этот актер никогда не играл мужчину. Он всю жизнь играл женщину. То есть вся эта экономика, это такая практика, что если актер начинает играть женщину, он как бы, условно говоря, проходил инициацию, и всю жизнь играет женщина, больше не играет. И он четыре года пришли смотреть, умывая актера, чтобы он сыграл мужчину, потому что он показывал, что мужчине не получится, что я всю жизнь играю женщину. И вообще, как, собственно, как, о чем здесь вообще, в принципе, можно говорить. Но актер дает согласие и начинает делать. Субтитры происходит, и здесь начинается, так сказать, интересная параллель, интересная параллель, интересная параллель, как Байк начинает исправить. Ну, одно то, что Финн снял по полякому, по русскому сценарию с иконским актером, и уже говорил во многом. То есть Байк начинается такая тотальная ревентализация этих посылок. Он против того, чтобы этот фильм, наверное, против, не только против России, как мы сказали, в фильмах «Российской» компактации, но против, в принципе, такого эстетичного посылок, который именно статичный компактация продуктивного, природную я имею в виду. Здесь происходит такой диалог разных культур. С одной стороны, нигманской культуры, с другой стороны, русская культура, с другой стороны, юридская культура. И все это так, и смешивается, и в этот диалог удается укседритель, выходит, переходит, и то самое главное, если мы подходим на ней больше спортивных политических Здесь автор Достоевского, здесь автор Вайбер, или автором является, собственно, позицию автора занимает музыкальный актер, который, собственно, провели некое предоблащение всей этой истории. Помимо прочего, помимо этого, есть, конечно, может быть еще идеологическая ситуация. Я, как сказать, для себя выделял ряд диалогов, которые, как мне кажется, порождают, собственно, полифонизмное происходение. Почему, собственно, я говорю по церкви Достоевской технической точки зрения. Мне кажется, что Вайбер в этом фильме подошел вплотную к пониманию полифонизма. То есть к пониманию воплощения полифонизма. Так что воплощение самой истории, воплощение самой идеи. А к тому, что не воплотить на экране полифонизм как оковоль. Не зависимо от того, что оно все нам показывается. Потому что фильм действительно, если сейчас говорить о сюжете, непосредственно, там очень много всего переключено на крючку. Показана последняя, как я уже сказала, последняя сцена. А есть Мышкин разговаривает с Рабожиным. И периодически в диспроминаниях появляется Астасия Клинка. Как она появляется, это еще и интересный момент. Мышкин, разговаривая с Рабожиным, отворачивается, снимает очки, девайд шайк, и пригородов Астасия Клинка. То есть предъявление ее в кадре, это либо смена декорации, либо сцена с декорацией с ССССР, или сцена с Астасия Клинка, и она еще сербина надевает. Либо сербина снимает, с шайк снимается, и появляется с Мышкин. То есть в кадре постоянно мелькает. Либо Мышкин, или Мышкин. И вот эта мебалярность, постоянная эстетичность, она может быть на этой степени характера, характера подвижности, динамичности, наверное, и эстетичности Рогоженко, которая, собственно, противопоставлена, это противопоставление подчеркнуть Рогоженко, который уверен, он хочет или ненавидеть, или любить, и, с другой стороны, у него постоянно сомневающаяся мышка, тем более сомневающаяся Куликовна, которая ему в важной степени противопоставлена. Вот в этих геологических ситуациях, в принципе, в диалоге между теперь уже Рогоженко и Анастасией Кирилловной-Мыштуном, в диалоге между театром кино и литературой, такой поправильный диалог, в диалоге между Польшей и Россией и Японией и так далее, то есть несколько таких геологических ситуаций, мне кажется, это за вас называемый реформический принцип, о котором я сейчас пытался говорить. Интересно и то, что смирно Анастасия Кирилловна, вот здесь такой жима, есть такими штрихами, небольшими штрихами, то есть по факту сидел убийством и не видел. В фильме в какой-то момент уже живет. Начинается фильм, камера, где-то странская камера, и слышно зрушание. Понятно, что это выглядит. В какой-то момент фильма появляется из «Сталиноши», в том, есть момент фильма, когда немножко попадается за сердце и что-то пронзило. То есть ее присутствие всегда фантомное. И вот эта фантомность – это непостоянство, это не серьезность, как мне кажется, нарожать иную, еще и еще одну концепцию, причем связанную с концепцией гармонизации, когда, собственно, Анастасия Кирилловна предстает тем, таким персонажем, который противится монологу Рогожи, который сопротивляется его, сопротивляется его серьезность как таковой. Именно поэтому, как мне кажется, Анастасия Кирилловна, когда принимает Рогожи, пока не в этом фильме, сейчас я не берусь, если я хотел его видеть, принимает Рогожи, но она как раз таки оказывается битой. То есть она не удерживает эту всю историю, и, собственно, она исчезает совсем быстро. Хотя самая последняя карта фильма – это лежащая мертвый труп, труп Анастасия Кирилловна. За параллелями с учетом, там было два крупных плана, крупные два партина мертвых из Павелии, и крупный плана Анастасия Кирилловна тоже мертвых. В этом смысле оказывается, что вот этот самый карнавал, этот карнавал заканчивается смертью, то есть он сочетается со смертью, и в данном случае нам задают вопрос, для чего, чтобы снимали все это тело? Какую задачу он к себе ставил? Конечно, я, может быть, он, конечно, говорил в первую очередь о своих проблемах фактически, о каких-то своих потребностях. Он говорил, что везет Анастасия Кирилловна, она не скакнулась, когда она хотела совместить, я хотел везти ее как фонтон, в виде портрета, а еще этот момент, что она проявляется в фильме в виде портрета для самонаражения в зеркале не раз. И в этом смысле она опять присутствует здесь, как настоящий персонаж. Для чего, собственно, я это сделал? И здесь я опять же обратился к путевому, по прочтению его Достоевского, связанному с тем, что как раз через выражение Е, такой карнавал, выражение как потальной несерьезности против несерьезности, в принципе, выражается некая, абсолютно серьезность от зрителей. В этот момент в кадрах этот зритель, как активную часть, и он, собственно, теперь оказывается тем, кто выбирает позицию относительно различных диалогов. Теперь он осуществляет диалог из Площи, с Россией, с Симфонией. Теперь он осуществляет диалог с формами героев, которые постоянно меняются по своими позициями в героях. Теперь он осуществляет различные диалоги с Симфонией Байденом и Симфонией Ростоевским. Мне кажется, что вот эта вертикаль, при которой, собственно, после тотальной ориентализации, всего того, что Байден пытался показать усиливание, мне кажется, Филип Ростоевского, который заплатил на себя в акте, в любом фоничности, он открывает, собственно, вертикаль, в которой может подойти зритель и посмотреть непосредственно фильм. То есть вообще идея того, что зритель может войти в пространство фильма, это такая генетографическая идея дарма. То есть, в принципе, изначально… Ну, она, наверное, с театра прошла еще из XII века, когда мы пытались под границу между экраном и между зрительным залом и сценой, как разрушить, и Файл, собственно, спектакль ее разрушает, в том числе и рассказала, когда актеры присутствовали непосредственно в зале. И более того, у женщины, которая возобновлялась в России, которая стала совершенно вовлекшись в эту историю. Так вот, мне кажется, Байден теперь каким-то технологическим путем пытался найти еще один, еще один способ, каким-либо образом эту границу для зрителей и тем, что происходит на экране, разрушить. И, мне кажется, это попытка очень интересная. Это попытка, как раз таки, на мой взгляд, не пропитация Состоевского с точки зрения семантии, с точки зрения коррестованности, и с точки зрения сюжета, а интервью вас из-за тестов с точки зрения пригод подхода к реанимизации и произведению в церковь и милиционеризиологии. Спасибо большое. Ну, как вы знаете, что вы учерпнули в фильмах на манюне, каждая героиня, каждая героиня, когда начинает общение с мужиками, там действительно происходит по-разному. Она начинает слышать в нем себя, в своем листе, в свое рассмотре, в свой портрет. Поэтому прием, ну, как поочевидно, собирает мужчину в руки, но это действительно не один мужик, но все находят в полных кучах, как ангелы, ну, в столе, в церкви, в церкви, в церкви, в церкви. Орденевская, в зале, в одно и визуальной пультуре разных неравенных времен, в пророчестве и своим образом вошел в такое… Что такое, я не знаю, это, это не называется, «пот времен». «То вчера?» «Завтра?» «Вечность?» «Вечное достойное. Здесь такая удивительная целостность, Спасибо. Какие-то еще вопросы, комментарии? Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что это? Или границу в интерпретации стариц? Или все по поводу? Я думаю, что у человека, который рассказывается, в принципе, с кинокамерами, в принципе, не имеет никакого обязательства, предоставительства, чтобы не можно делать с учетами. Другое дело, как мы не услышали, мы можем его не услышать. То есть, как человек, который разговаривает с вами на улице, может сказать, извините, с вами не учусь говорить. В этом языке голосуется много. Все просто. Вы знаете, во всех таких классических произведениях, но это известная правда, смысл не дам, а задум. Хикарда — это правильное, хикарда — это сутки, каракли — это все. Но, так или иначе, прибавляем в это усилие, сутки, но это творческая работа по колене страции. Там она не у нас. Здесь есть провозы, действительно, условно, грубое чтение, привинцинное, колене, но когда-то, делал такой прием, да, почему-то надо вот в 20-м веке показать, что человек, да, урбинский, бавановый, да, они говорят, что вот, в том числе, да, в дальнейшем это комедия, да, то есть вот эта вот, поленция нашей жизни, которая негалеческая, танеческая, вот она так стрессована, ну, это, конечно, и вред, в том числе, да, но ничего. Смешивый орбер, там, или, к этому, как говорится, хорошей, этот палац. Да, ну, в общем, палац, человек, он тоже, музыкальный, в общем-то, господин, охранитель, это тоже господинство. Да, спасибо большое. Вот, я не очень поняла, кто у нас, у нас в большинстве человек, должны были быть онлайн, да, одну, одну, так, тем, тем миром, я не знаю, присутствует она или нет. Я здесь, я готова. Ну, кто, кто, там, присутствует, да, присутствует, надо, когда звук включится. Звук, да, если, да, августина, да, там, пароль этого слова, августина, это, тогда мы... Меня слышно сейчас? Да, погромче, да, тогда я объявляю вашу тему. Братья Карамазовы и американская трагедия. Вопросы, стоящие в организации. Аспирант Новославного Свято-Тиме Новосковского университета. Все правильно? Да, да. Благодарю. Благодарю. Очень рады. Вашему исключению. Спасибо большое. Вот, я просто хотела предварить свое выступление тем, что я хочу сказать. Речь идет об опыте чтения и прочтения одного произведения через другое. Это довольно-таки необычный и редкий опыт, и он был как бы осуществлен благодаря вот такой попытке из Эйнштейна вписать произведение Достоевского в совершенно как бы вроде бы неожиданный контекст. Сейчас я как бы расскажу о том, как это происходило. Итак, роман Достоевского «Братья Карамазовы» Эйнштейн впервые прочел еще в юности. Это произошло в 1914 году в Старой Руси, где он готовился встретиться с вдовой Достоевского Анной Григорьевной, которая отдыхала там на водах. В честь ее прихода, это было такое событие в семье, испекли громадный черничный пирог. Он был настолько велик, что вопреки правилам еще до прихода вдовы Сергею Эйнштейну был отвален грандиозный ломоть этого пирога. И он скрылся с этим пирогом, с такой вот добычей и решил, в общем, как-то проигнорировать это мероприятие. И позднее раскаяние такого благовоспитанного мальчика позднее уже взяло верх, он вернулся домой, но застал уже почтенную даму в момент ее ухода. Поэтому, собственно, вот как таковая встреча и разговор не состоялся, хотя он к нему готовился, он честно прочитал программные произведения Федора Михайловича. И долгое время он как бы не обращался к теме братьев Карамазовых, не трогал это произведение. Как-то его мысли были заняты совершенно другими материями, он увлекся революцией и, собственно, как бы в 20-е годы он снимал один за другим фильмы революционной трилогии. Но так сложилось, что один из этих фильмов, броненосец Потемкин, 25-го года съемок, был очень востребован, очень популярен. Этот фильм принес всемирную славу Эйзенштейну и его пригласили для работы в Голливуд. Это, на самом деле, был такой чрезвычайный случай, когда советского деятеля культуры выпустили на враждебный Советскому Союзу Запад в те годы, это уже 30-е годы, в общем, время такое, скажем, непростое. Но, тем не менее, для Эйзенштейна сделали как бы исключение, его отпустили как раз для того, чтобы показать миру, на что способна советская уже культура. И вот там, в Голливуде, он познакомился со многими американскими деятелями культуры, очень, конечно, интересными для него, известными и так далее. И на одной из ведущих студий, Парамант, ему предложили снять экранизацию «Американской трагедии» Теодора Драйзера. И он приступил к этой работе с большим вдохновением, ему разрешили самому написать сценарий, почему он, собственно, и приступил к работе над сценарием. И чем дольше вот он работал над этим сценарием, тем больше он осознавал, что, собственно, фабула Драйзера его категорически не устраивает. Но я напомню, что происходит в романе. Значит, юноша Клайд Гриффит вступил в связь с молодой работницей Робертой, она забеременела. Но впоследствии он встречает девушку из богатой семьи, Сондру, и Роберто становится как бы таким препятствием на пути к браку с Сондрой. И тогда Клайд вынашивает преступный замысел убийства Роберто, причем как бы убийства такого хитро спланированного с симуляцией под несчастный случай с перевернувшейся лодкой. И Драйзер действительно как бы показывает, как происходит этот несчастный случай. И, собственно говоря, после этого уже Клайд несет справедливую кару за содеянное им и выношенное преступление. Вот. Но Эйзенштейна это ни в коем случае как бы трактовка не устраивало. И вот именно здесь он как бы понял, что необходимо вводить какие-то элементы из Достоевского. Он как бы это назвал Достоевщиной. Вот это звучит таким образом. Мне, конечно, оказалось мало того, что содержалось в романе Драйзера. И не знаю, то ли образ карающей немезиды привлек меня, то ли заострение тенденции. Но я сделал внутри концепции сдвиг, как вижу сейчас, в Достоевщину, пишет Эйзенштейн. В основном, конечно, возник не как сама цель этот сдвиг, а как единственный способ заострить тенденцию романа таким образом, как я ее ощущала. Не Клайда я видел основным злодеем и преступником, а совершенно естественно ту объективную социальную действительность, которая порождает таких Клайдов, ломает их психику. А когда они падают, беспощадно размалывает их во имя отвлеченного правосудия. Поэтому кульминационная точка в Драйзеровском чтении никак меня не устраивала. Мне нужно было внутренне обелить Клайда, но оставить его достойным карой. И вот здесь как бы возникает Эйзенштейн вот эта мысль экстраполировать на роман Драйзера мотивы Достоевского из романа «Братья Карамазовы», который он прочел еще в глубокой юности. И в новом варианте сценария, который он пишет сам, пишет, будучи в Беверли-Хиллз, Клайд уже сидя в лодке, можно сказать, в такой решающий момент, когда все преступление задумано и уже необходимо его осуществить, только осталось его осуществить, он неожиданно отказывается от этой мысли, от намерения убить. Но происходит несчастный случай, на самом деле несчастный случай, потому что весь его вид, его каменное лицо настолько пугает Роберту, что она от неожиданности сама падает в воду, поскольку она не умеет плавать, то смерть наступает довольно быстро, а он не успевает ее спасти. И по сути он в такой трактовке абсолютно невиновен в ее смерти, физически невиновен, но уже запущена вот эта машина задуманного им преступления, и он начинает тонуть в деталях, собственно, расставленных им силков. Ну, в чем-то это, конечно, соотносится, безусловно, с первоначальным замыслом Драйзера, но все равно принципиально он уходит в сторону, в сторону именно Достоевского. И вот это обвинение обществу, которое вот такой трактовкой бросает Эйзенштейн, конечно, очень сильно напугало кинокомпанию Paramount. Вот, и они отказались от этого контракта, разорвали его, фильм остановили производство этого фильма, поэтому он так и не был снят. Но, тем не менее, сохранились вот материалы работы над этим замыслом, и, собственно, вот о них мне бы хотелось рассказать. То есть здесь до определенного момента Эйзенштейн работает и вот как бы вводит элемент за элементом вот в этот замысел американской трагедии, которая, конечно, мы знаем, что она такая, в общем-то, знаковая для американцев, да, вводит элементы именно Достоевского, да, братьев Карамазовых. И в какой-то момент что-то начинает вот останавливать и коробить Эйзенштейна. Он, как бы, может быть, первоначально даже и не понимает, в чем дело, но начинает как бы изучать историю создания братьев Карамазовых Достоевским. И натыкается на рассказ Бальзака «Красная гостиница» 31-го года, то есть еще задолго до создания братьев Карамазовых. Он изучает этот рассказ и, в общем, понимает, что на самом деле вот этот криминальный сюжет или криминальная фабула рассказа, она в чем-то, конечно, напоминает преступление и наказание, но принципиальная разница заключается в том, что в ней очень сильным является момент и образ рока, да, этот рок, который начинает давить на читателя, который, в общем, проступает за всеми событиями происходящими, и даже как бы не просто рока, а такого возмездия рока, да. И Эйзенштейн говорит, что его, конечно, очень пленил этот образ рока, образ таких неумолимых античных Мойер, вот возникающий вот в этой концепции и в той концепции, которую он переделал и ввел в американскую трагедию. И он говорит о том, что образ рока, вот это уже сам Эйзенштейн говорит, в тот момент, когда ситуация сдвинулась от не совсем полной виновности в концепции Драйзера, к абсолютно четкой формуле физически вовсе не виновный человек, но как бы виновный в помыслах, да, и осужденный как фактически убийца. Вот лишь с этого момента, говорит Эйзенштейн, включается механика прологического мышления, которым он как бы очень серьезно занимался, это вот концепция Леви Брюля. Ибо только здесь и в этом случае единственная драматическая ситуация оказывается построенной согласно канону метафоры. То есть за вину, совершенную в мыслях, виновный несет кару, как за совершенное им на самом деле преступление. Но вообще надо как бы тут немножко пояснить, что Эйзенштейн, он довольно часто в своих фильмах, буквально с самых первых фильмов, использует для выразительности повествования тропы. Он как бы использует эти тропы и создает из них именно кинотропы. Речь идет об использовании метафоры и метонимии в основном. Но Синегдыха тоже встречается. И вот здесь как бы его прочтение метафоры и метонимии, оно в основном как бы, да, это, конечно, в смысле такого переноса, переноса по действию, по персонажу, по каким-то другим тоже характеристикам. И в конечном итоге вот эти тропы, кинотропы, приводят к созданию такого его определенного принципа, который он практически использовал в каждом своем фильме, принципа парс про тотто, да, целое вместо части или наоборот. И Эйзенштейн, придерживаясь этого принципа, полагал, что вот тропы в кинематографе, они как бы указывают на такой прологический слой мышления и способствуют как бы к такому, что ли, вызыванию в зрителях, да, определенных вот этих слоев прологического мышления, на которые направлены вот выразительные средства его фильма, сознательно направлены. И вот здесь как бы в этом замысле он опять-таки использует метафору и метонимию как раз вот в таком значении, да. То есть вот он как бы сам опять-таки говорит, что закадровое ощущение рока здесь особенно сильно, ибо метонимическая сторона ситуации, перенос посмежности здесь происходит не в пример братьев Карамазовых, то есть не с человека на человека, допустим, с Ивана на Смердякова по линии замысла или со Смердякова на Митю по линии реализации этого замысла, а с человека не на злую волю другого человека, а на волю слепого случая. То есть здесь вот такой перенос такого рода он отмечает. И согласно как бы вот этой теории литературы и ведения, которой он придерживается, да, предметы явления мертвой природы называются словами, выражающими живые явления. И здесь как бы в результате понимания ситуационной метафоры драматически замещает собой друг друга живой человек, то есть Клайд, и вообще по природе своей неизвестное явление, так называемый случай или слепой случай, или роковой случай, да. Между тем он функционально замещает собой этого человека, и на него как бы переносится его, то есть человека, действенная функция. Случай таким образом через прием метонимии замещает собой человека, и на него переносится вот эта действенная функция человека. Однако это еще не является причиной, почему в «Братьях Карамазовых», как он себе задает такой основной вопрос, почему, собственно, как бы вот он видит, что у Бальзака в этом рассказе, который предшествовал роману, есть вот это вот ощущение рока, да, есть ощущение возмездия, а в самом романе этого абсолютно нету, нету даже никаких намеков на это, да. И вот он как бы пытается для себя ответить на этот вопрос, да, что, собственно, позволяет Достоевскому избежать этой темы, или что как бы переводит вот этот изначально криминальный сюжет в какую-то принципиально иную плоскость. И он как бы занимается изучением этого вопроса, но это, конечно, связано именно непосредственно с его интересом к созданию своего замысла по американской трагедии, потому что мы видим, что он пытается это сделать, безусловно, с использованием «Братьев Карамазовых», да, с экстраполяцией этих основ и мотивов. И так, в общем, он, изучая этот вопрос, приходит к мысли о том, что выходом, как мне кажется, является старец, старец Зосима, да, на него вы переносите всё, ему покоряетесь безоговорочно и беспрекословно, только после этого переноса выносима или переносима сама жизнь. Безусловно, Эйзенштейна волнует, почему вот этот ряд произведений близких как бы по фабуле «Преступление и наказание» создают вот этот образ «Карающего рока», а в «Братьях Карамазовых» он абсолютно отсутствует. И он говорит, что интересно, что в «Братьях Карамазовых» практически как раз вопреки всему античному трагизму этих ситуаций, именно вот это ощущение, он не вызывает этот роман. В то время как вот у Бальзака мы ощущаем эти неумолимо античные Мойры, вот, или даже можно сказать, что есть как бы какая-то ассоциация с ветхозаветным Еговой, вот, и не знающим посредника-искупителя, но способным воздавать за грехи и требовать око за око, да, вот такие ветхозаветные образы это всё рождает, либо античные ассоциации с Мойрами, да. Но Эйзенштейн, в конце концов, приходит к выводу, что они как образы абсолютно чужды и находятся вне поэтики Достоевского. И барок меркнет там, где есть искупитель, искупительная жертва, искупитель, который добровольно принимает на себя вину и грех этого мира, и поэтому, собственно, из сюжетной схемы Бальзака в руках Достоевского исчезает тема рока, истечения обстоятельств, и акцент делается абсолютно не на роке, а на ситуации перенесения, на фигуре перенесения, на метафоре как средстве выражения для всего абсолютно, от мала до велика, от целого до мельчайшей частности. И это все как бы развивается и строится как система выразительных средств произведения. И, безусловно, она как бы является, вот это перенесение, эта фигура перенесения, является как бы сколком с основной психологической пружины самого Достоевского и проблемы христианского искупления, как краеугольного камня и сердцевины христианской догматики. Поэтому, собственно, роман является таким великолепным подтверждением предположений о возможности говорить о такой ситуационной метафоре или даже метафоре фабулы, метафоре предметов изображения, которую развивает, эту тему развивает как бы Эйзенштейн именно вот на примере вот этого кейса. Но мало этого, проблема перенесения вины и перенесения акта искупления, она же как бы с точки зрения Эйзенштейна является травмой Достоевского. То есть вот прокурор на суде над Митей, который обрушивается на защитника Митии Фитюковича за то, что он позволяет себе говорить о распятом человеколюбце, противоположность православной церкви, взывающей к нему, ты если Бог наш, а между как бы вот этим богочеловеком и распятым человеколюбцем проходит вот это непримиримое противоречие как самого Достоевского, так и Ивана Карамазова. И богочеловек он как бы вот никак не получается, да, ибо недостаточно человечен тот Бог, допускающий бесчеловечный ужас, которым окружен весь мир героев Достоевского с точки зрения Эйзенштейна. И сам он по себе есть лишь бледное отражение тех бесчеловечных ужасов, окружающих роман в действительности. Но поэтому эти два образа, они как бы не могут слиться в один, и по сути остается только вот ироничный распятый человеколюбец Фитюковича, как бы разрезающий на две половинки Бога-человека, отдельно на человека и на Бога, на материальное и на духовное. И вот в этом прочтении Эйзенштейн, конечно, черпает для себя свободу и творческое вдохновение для своего замысла вот этой американской трагедии, потому что, конечно, он тоже делает определенный ход переноса через тропы. Вот этот же прием, который он берет у Федора Михайловича, братьев Карамазовых, он пытается притворить в замысле экранизации американской трагедии. Безусловно, там вот этот христианский посыл, он отсутствует. Здесь все ограничивается вот этим социальным обвинением обществу, которое как бы бросает режиссер американскому обществу, как бы указывая на то, что это вовсе не какое-то частное преступление, а что характер этого преступления ложится виною на все общество. Но вот на тот момент руководство голливудской студии Paramount, одной из крупнейших, кстати, киностудий, оно очень боится каких-то протестных, социальных бунтов. На тот момент, кстати, очень сложная была ситуация социально-политическая. Вот. И как бы проект был таким образом заморожен. Но интересно, что подобная трактовка и именно Федора Михайловича Достоевского, именно братьев Карамазовых, вот подобный подход совершает никто иной, как Хичкок, да, когда он снимает свой фильм, блестящий фильм «Веревка», уже после Второй мировой войны, в конце 40-х годов, то как бы его замысел как раз и заключается вот в такого рода переносе, обобщении. Но это сделано уже в связи с темой нацизм. Ну, я более-менее, в общем-то, думаю, что я все сказала. Как бы я остановилась в этот момент на теме того, что подхватил как раз вот этот замысел Эйзенштейна «Хичкок». Да, и в своем знаменитом фильме «Веревка» он как раз вот эту тему ответственности общества за вот это коллективное преступление в связи с нацизмом, поскольку это было снято уже после Второй мировой войны, как осмысление вообще вот этого опыта Второй мировой войны. И он это делает именно через преломление сюжета братьев Карамазовых. То есть здесь очень интересно, как вот вообще это связывается воедино, как прошивается этот сюжет. С моей точки зрения, как раз это демонстрирует, что тот уровень, на который выходит сюжет именно Достоевского, его работа вот с этим изначально вроде бы криминальным материалом, как вот об этом пишет Эйзенштейн, он как бы безусловно поднимает его и делает его каким-то вот другие смыслы, другой уровень, превращает все это в мета-сюжет, который связывает таким образом, интересно, не Хичкок, а Эйзенштейна, и возможно здесь могла бы быть какая-то американская трагедия. То есть здесь вот интересно именно то, каким образом вроде бы вот какой-то общий фабульный материал, благодаря использованию тропов, он может преображаться в совершенно как бы абсолютно разное прочтение очень, в общем-то, изначально близких, типологически близких таких вещей. Да, и мы видим это как раз вот на предмере того кейса, который я предложила вам. Большое спасибо вам за внимание и за вот это ожидание, вынужденное, простите, да, что так вышло. Мне тоже самое неудобно, что так получилось. Ну, дело в том, что как бы тут зависит от технической стороны связи, ну, я, да, готова там как-то остаться. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Если нет, то буду с вниманием слушать оставшиеся доклады. Вопросы, пожалуйста, можно подать? Да. Из-за того. Из-за того. Из-за того. Из-за того, что это было сюда, ну, я, да, это... Ну, я, да, я когда слушала, ну, как-то, наверное, впустила, в момент, так же, все-таки сам предстанк, Штейн принимает случайно в случае, что он для него, это док, или все-таки, вот вы начали говорить, как так из-за стены, а в понимании... Нет, он как раз это разводит, как абсолютные такие антиномии, да, вот, случай и как раз прочтение Достоевского он разводит как антиподы, как, в общем, совершенно разные трактовки. И он-то как раз вот и изумляется, да, он, на самом деле, как он пишет, да, я внимательно вчитывался в Достоевского, чтобы понять, за счет чего он, собственно, привлекает своих читателей, то есть он пытался какой-то секрет найти, да, Достоевского. И вот с его точки зрения, он, кстати, был очень доволен, он писал, что он абсолютно не расстроился из-за того, что Промаунт разорвал этот контракт, он, наоборот, чувствовал, что он приобрел гораздо больше, потому что вот он нашел этот секрет Достоевского, да, секрет, который с его точки зрения как раз заключается вот в такого рода переносе. А случай, случай для него это как раз вот, ну, нечто, что соотносится как раз с античностью, да, вот с античным пониманием рока карающего, безличного, да, безличного, безличной силы, да, чему противопоставляет Достоевский как раз вот эту искупительную жертву и христианское прочтение темы искупления, да, и таким образом как бы он преображает, да, возможное направление такого рода сюжета, да, вот. Да-да-да, я вот специально как-то тоже близко подношу, чтобы расслышать. Все, да, спасибо большое за внимание еще раз, спасибо за возможность выступить. Благодарю вас, благодарю вас. 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 В последнее время в жизни он воин, который сражается в самой мощной системе развлечения, которая создавалась в людях. Дело в этом парке развлекательной, не только в художественном, но и в политическом, и в экономическом смысле, в большом уровне. Нужна постоянная музыка и активная монтажа, чтобы существовать в таком виде. Именно эта творческая энергия считается в этом фильме. При этом, али лучших сценарий, в частности, самых ярких фильмов, конечно, контролирует монтаж. Если видимо лёгкость и зрелищность в его фильмах, при том, что он часто заведет популярные актёры, он не знает, а именно в самых ярких представителей авторского голосовского фильма. Его всякую музыку от звёздов с поверхностями, необходимо озаривать в его последних фильмах, в последних лет религии, объектов, директора, в частности, а в частности. На практике, он больше для велики, но и в таких директора в самом деле, не признаваясь, что он не образовывает обычные фильмы, но и в том, что вы С поверхностями международных советских и крайней мере, мы замечаем количество раздовольствий наманов. А между всем наманом, трагическим, и грамотным советским, веком, в большей шторме, веком, в большей штормстве, веком, в двойной капитале, веком, веком, веком и веком. в том числе, в том числе и в том числе, и в том числе И в детстве родители приезжали из День Шетербурга. Бабка выбрала целый день, если есть. Там же он родился в Нью-Йорке и Тронске. Отец его был арестантом, мать с автором в колебельском магазине своего отца. Никто с тем временем религии ситуалов не видел общественно. Свои фильмы предвещали, когда ее должность не то, что сейчас он будет с тобой с твоей семьей. В любом случае, в любом случае, он говорит, «Я дорожу свои положения питаниями, и девушка продал мать с мамой. Разбираю себя в Нью-Йорке». «Мы жили под Кидинбаном. Нас — Кидинбаном», — говорит один из моих героев. И Кидинбан сейчас оказалась в Нью-Йорке. «В детстве с меня был мой брат. Моя мать била брата из меня. Отец бил мать брата из меня. В соседе били отца, мать брата из меня. Люди с других улиц, люди в наших соседях и в техниках». И здесь я хочу сказать, что это просто на суставе юмора Алики. Практически в каждом фильме есть забавная фалитность, логичка, которая напоминается и потом в этот порядок. Алики. Вот еще несколько различных рассказов, которые он нам предстоит в фильмах «Сильный» в этом пункте. Когда я бы скажу, что ты снова видишь о смерти, и снова возмущаешься о фильмах, он говорит, «Мое отношение к смерти к вечному. Я с ним могу». «Мне не так нужно быть смерти в моих творениях, мне нужно быть такое, что я лично, я, в нем нет». «Жизнь – это болезнь, предстоящее с половым весом и за 100% весом». И часто у нас пошли в такой антибиоте, который определяется в отношении к жизни. Две женщины отзываются в туловище. Одна говорит ей, «Да, женщина тратится сильная». А отзывая ей отвечает, «Да, по-моему, я снимаю на судьбу». Вот это просто я думаю. Это последний этаж, что мы слышим в самом начале фильма Энни Ход, когда отвратительное это значит, что жизнь сама в себе ужасна, но в предыдущей этого мы хотим, что ищут. И, возможно, не иная так, что сияет нераскновенно следа уроженство шестера. Шутка у него, как бы, источник энергию, и его сказать лично-то тонично более сложна. Если она не хватит, конечно, на политику, это значительно обернило до его констинения. Его шутки выходят на рамки чистого желания людей во судьбе свой коллектив. Его шутки касаются неизвестных факторов, как председательных. Так что он сам ответил, взял этот политический теолог и дистанциалист, который не знает. Иногда Бог все-таки может существовать, но только неизвестный. Так как заседает контакт между отчаянием и человеческим существованием в целом, и часто и жизнью, с которыми он относится. Юмор оказывается относительным выражением более слабого конечного чувства, которое по ответствам юмора как-то примеряется. Именно примеряется. И одновременно в этом юморе, в этом отношении к людям есть ресурс. Анис. Рисурс, что связывается на своем теле, это, кстати, похоже на русский теле. Мы тоже можем представить все два целярина, которые говорили о роде Митекаре. Наши прошлые, специальные, наши настоящие, атичные, всякие и наследцы. Здесь можно вспомнить строительство, которые довольно много для режиссёров и самых разных типов, а также становятся персонажи на русском языке. Для Крейга болезнь и все равно в дистанции. Смех это все как в дистанции, очень важно. И в этом фильме есть смех, что обойтись в России. Немного и просто, и самоупредительное, не просто революция, в том, 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 возможнее viele и м presenter в том, 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 Счастье в 40-й годы и в больнице, который был оттуда и в Великобритании. Юно, Ауэль, как говорится, «Слайд Ауэль», «Чего спасить его на хорошем теле». Он Райан говорил, что «Науэлска», «Чарли», «Науэлска», «Науэлска», «Чарли», «Науэлска», «Смарк» и «Стой». Он сказал, что ему было огромное издание. Он Райан начал читать настоящую литературу. В таком же интересной спичке, потому что, хорошо зная литературу, в этой истории, по-другому, владеющему. Используя врождённый гимналистический удар, его умение, что стал читать чисто безотерных поклонок и бездия хоббика. В прошлом он стал выступать в России со своими традициями текстами и текстами. Так как в венах 30-ти годах он приторжал в Магонках, через несколько лет в венах 40-х, а самым физалетным создателем актов, что очень основаемый в Киеве. Русские классы, приспровождающие в этих учениках. Вомерный фильм называет «Обхотовый старифик. По твоей любимой старифик». В 1915 году он снимает фильм «Так, что вы же знаем о негативской литературе». И вот фильм. «Сильм» — это фильм, конечно, «Сильм», «Борекотники», «Жаные демонстранты» и «Авызи», причём на следующем 20 стране. Но вот, что он утверждал об этом там. Я, конечно, всегда не делал русские классики. Я когда-то делал фильм «Сильм» — «Сильм». «Сильм», «Сильм». «Сильм» — «Сильм», «Сильм». И я понял, что как трудно изнять «Сильм» и фильм, если это комикс. Люди не верят в структуру с медицином, но, не знаю, они точно даже не занимаются. Это то, что может быть в старифе. Конечно, кризисагвение тоже, вообще, шутка. Но, между ними порозия, это, конечно, фиксируется с фиксичкой, с отражением русской России. Ну, здравия на воде, на рудине, и своей порозии, это просто знание университет, из-за специальных материалов, из-за специальных героев, из-за специальных героев, из-за специальных героев, если этот форс, если этот форс, значит, «Мое время», то это «Разущество». И даже знал такой. И не более того чувства, что он дойдет к своему герою молитву «Сильм». Это зовут Борис Крученко. Образ этого Бориса тоже существует. И так, с другой стороны, с одной стороны, коррозия на гражданстве Крученко, другая секция – бесторонное признание любительства к мистературии, то есть, форс, в обществе бесполезного. При самом деле, здесь не численно, почти все главные, которые здесь сказки, которые я вам все упомянула сегодня. Мы можем быть уверены, что эти книги будут без ввода, или останутся в этих личных музыках, в том числе, и в том числе. Но даже в этой эронической дипломатии, это реально называется своей главной вечной схемой, это тема большой диплом – вид, мир, мир, жизнь, жизнь. и стражей для героя, основать презентальный пакет. Собственно говоря, в идеале нам показывает, что перед человеком, на данном завершающей литературе, попадая на фильмы, представляют запросы для героя. Это один из главных мотивов творчества Руслера. Помимо людей, он делает то же самое, это представленная рода фольвера, для героя. Это полное чистое, превыкновение веры, сиделом людьми, пандыре, стража тела. Примерно также есть отношение с целью ранее достоверства. Здесь некая пространство, можно назвать благоображением, но на самом деле это нечто большее, но сама концентрация реального. Перепользуюсь термином достоверства реального 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 раскладывания сексу в 48-м году, потом это воспитание в группе 67-го года. Хочется работать довольно длинное отрыво просить. И в советские расклады в этот факт он начал причиниться, который причинен он стал безумным. Подойдет мыли все продвижения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и друзья, в этом году в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если, конечно, в ней был главный актер оmilione её션 и благодаря тем, что на Louis XIII хочет 하는 Ocean Ещё более жёсткий взгляд, рассказывает мне эта схема вознаграждения перед волшебством «Жизни» И речь идёт об одной форме годных лет, показываемой в принципе коррекцией реализма слышать книжки. Это вознаграждается исходя для веселения Ивановны, которые были на Казани. Там, конечно, очень похожая реализма. Когда зацепляет дама, многие люди, которые с мошенником, она предъявляет, но даже женка, как она называлась, в принципе, в Венгрии, реально люди ее считают, она обсуждает на гонке, что эта катастрофа нет, и женщины, и в Венгрии, и в Венгрии, и в Пашистике. Это в Венгрии, что не только семилянность, который они, достаточно интересны. В фильме, какая тема называется, «Докурс». Эти кризисы в последние годы стали отменять очень плавно, но даже в днижном морализме. Тогда, после того самого, в настоящий момент следует как раз аморазм. В последние годы стали приемными словами. И здесь снова видно на королеве Коевского, где все родители, которые сейчас уже дети, которые справились на Коевский с ней самцовый. Сминсульска, как раз днижалезная подруга, и активы, дашь у нас в фильмах, где второй раз обменяется в будущем как в кругах сэктуально и на сференовании и на сференовании и на сференовании. Я вам сейчас расскажу, если вы читаете, что они делали в сференовании, то они отборились в сференовании, ищем в реализме на власть, в котором мы даже просто для ребяток поднимаем. И сцентрировались. И работают, и вы пытаетесь снимать. И в фильме тоже начинается смотреть. Конечно, мы не должны делать. И, как ли, он не запутан, и я не знаю, что ли, он не может быть. Достает свече для одного из бойца. И ему самому рано освежено человеческой комедии, в том числе, что он уже надеялся. Человеческой комедии можно было бы назвать безспортным иминациальным. Если говорить об общих художественных путемах, то есть, в разговоре, связанных с помощью публичных работ художников, можно понять следующие общие путешествия – монологи, снижающие налоги и тех, которые должны завязать, и которые, то есть, из мира автора земли. Как все персонажи, в случае этих путешествий, становятся приношенными камерами. Финитографически это делается в форме экстатичной камеры, которая снимает в целом любимый фактор, который, если вы не делали, то есть, там, для того, чтобы он аналогичный. И диалог, и эти особенности, это неизвестное дело. Точно также из коллекции он скажет, что он у других художественных путешествий. И это будет поможет своим онкологам. Ну, идеальные инфонтации, которые помогут исчерпать больше. Как вы сказали, что в действиях, которые помогут, показывают в декористическом станции. Оба художника, и оба они содержатся в городе. Эти депутаты строятся в том числе. И я вам уже сказал Владимир Константин, мы уверен, что она может быть в меньшем состоянии, которые встречаются с людьми. Города, когда все они живут в Паванном, играют в структуальной памяти, и спорят на территории Москвы. Городов. 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 то есть буквально возникшение по физическому конкретному поведению. И это, наверное, стал в 2000-1985 годах и сынная и краска. Главное, в игре, визуальная деталь Ахангела, перестивая ее идеи, готова к конкурсу, как-то визуальная деталь и визуальной деталь. В этот момент решается, что визуальная деталь она не стоит играть, как я сказал, визуальная деталь и готовить и пить, ахорриковать. Скажите, много. Он очень приятно. Он и дали еще что это то, что при этом картинка занимает то, что можно не наплечить людей пытается понять, здесь эти инструкции для нее инструкции, пока они считают, что как говорится естествовано, чемпионаты решены по той подумке и поглебные этой, на этом теме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 58 км – был образ 20 млн. В 85 млн. Когда я выбирал свое внимание, anecdote с тема, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Любимый, ничего нельзя. Продолжение следует...